Ингушетия, конечно же, теперь уголовные дела заводят на организаторов протеста. Пока по-моему, административные, там пока 10 суток, пока еще только. Я вот вчера читал, не знаю, уголовные тоже уже начались. Нет, вот передо мной сообщение на организатора митинга, главу Совета молодежных организаций Ингушетии, Пагаудина Халдио, завели два уголовных дела. Об этом местное яблоко говорит. Это я читаю по МБХ МИТИ. Призывы к массовым беспорядкам, применении насилия к представителям власти. Ну, стандартная история. Ну, там, на самом деле, судя по видео, которое опубликовал первый Алексей Навальный, напомню, когда в правоохранителей кидали стульями и так далее, они же не били никого дубинками и даже не оттесняли толпу. Судя по всему, это были ингуши, такие же, как и те, кто был на митинге. Они же могли применить силу, но в них кидали стульями, в них кидали там железными разными этими штуками. Это делать было абсолютно не надо. Это вообще не ингушская традиция. Тем более в толпе кричали «это чеченцы», «это чеченцы» на ингушском языке. То есть, кто-то науськивал, как бы развивал конфликт между чеченцами и ингушами. Я вообще отношусь к этим событиям следующим образом. Я уже много раз говорил об этом. Я считаю, что народ имеет право на протест. И если кому-то не нравится и вкуров, я считаю, что мирные акции протеста – это вполне легальная и разрешенная вещь. Но на фоне этого я отчетливо вижу, что кто-то стравливает ингушей с чеченцами. И это мне абсолютно не нравится. С этой точки зрения, для меня очень важна позиция Хамзата Чумакова, лидера общины в Насыркордской мечети, которого долгое время называли там ваххабитом, салафитом и так далее. На него была масса покушений. Это очень достойный человек. А что-то за это какая-то известная мечеть? Да, это очень известная мечеть в ингушетии и так далее. Мечеть, которую много раз проклинал Рамзан Кадыров и так далее. Про Чумакова говорил. Были такие времена. Про Ису Цычаева и про Хамзата Чумакова. Это очень авторитетный человек, которого духовенство местное, значит, Муфти Хамхоев его тоже проклинал там всячески. И вот Хамзат сказал в последней проповеди, например, что он понимает молодежь, которая вышла на митинги, но он совершенно осуждает тех, кто начал кидаться стульями и зателать акты насилия. Что это и не ингушская традиция, и не исламская традиция, и что последствия это будут крайне тяжелыми. Что это дискредитирует и ингушский народ, и дискредитирует вообще сам, допустим, даже формальный демократический протест против Евкурова, например. Хотя я лично считаю, что регион Избек Хевкуров – это достойный руководитель региона, потому что я помню, кем он взял регион в 2008 году, когда на него было покушение террористов тогда, когда это был страшный, парализованный войной террористический регион, где там, как говорится, выйти нельзя было просто в сумерках проехать, там, из Назрани в Мужичи, допустим. И каким он сейчас является, при всем при том, что там есть проблемы, есть, как по всей России, элементы, наверное, коррупции какие-то, есть еще что-то. Но в целом это порядочный человек, очень Евкуров. Поэтому я уже говорил, что я считаю, что, но при этом я допускаю, что есть люди, которые его терпеть не могут и имеют право против него протестовать. Здесь есть следующая проблема. Существует вот эта проблема. Здесь есть, ой, здесь главная проблема не в этом. Главная проблема, что это следствие фальсификации выборных процессов, как на Кавказе, так и по всей России. И на Кавказе, и по всей России не избираются настоящие парламенты, вот особенно там. Не избирался. Если бы Евкуров не был назначен сверху, что вы смотрите, нам надо паузу сделать, да? Нам надо сделать паузу? Нет, нам не надо делать паузу. Нам не надо делать паузу. Нет, продолжайте. Значит, если бы Евкуров не был назначен сверху Путиным, просто, да, поставленный, вот сказал, вот ингуши, вам Евкуров. Если бы это были выборные процессы, он, допустим, конкурировал там с Мухарбеком Аушевым, там, не знаю, с Мусой Келеговым, с Михаилом Гуцериевым. Ну, я не знаю, там нашлись бы среди ингушского народа немало лидеров разных, которые любят, не любят, это не имеет значения. То я уверен, что его легитимность и авторитет были бы гораздо больше. Сейчас, когда фактически в Кавказские регионы сверху ставят руководителей, потом имитируют якобы выборный процесс там внутри парламента, выборы, в которые тоже под сомнение все ставят. И мы видим, как этот парламент себя повел во время осеннего кризиса. Когда сначала они согласились с этой границей, потом вышли, сказали, мы не подписывали, веры никому нету. А были бы открыты выборы, были бы в этом парламенте, допустим, депутаты того же Яблока, понимаете, тот же самый Хаутиев, да, или Муцольгов. Были бы там представители, не знаю, там местная КПРФ, если там она есть, там Единая Россия, там Справедливая Россия. Да хоть независимые какие-нибудь уважаемые старики были бы в парламенте, а не просто людям, которым это надо по мотивам бизнеса какого-то. И этого конфликта на улицах бы не было сегодня. Он разрешался бы нормальными демократическими способами. Да, были бы, наверное, споры, были бы там какие-то юридические трения, были бы там, возможно, страсти кипели бы. Но все это было бы в рамках нормального конституционного поля. Сегодня, когда нет доверия, благодаря действиям власти к конституционному полю, Кавказ почему-то считается какой-то особой территорией, где люди, граждане России, почему-то не заслуживают конституционных принципов. И они вот как бы не имеют права избирать. Когда спрашиваешь разных, там, больших людей в Кремле или силовиков, а там почему? У них говорят кланы. А в Москве у вас не кланы, что ли? Собянинский клан – это не клан. Там год Ниссанов или там Алиевова, брат двоюродный, это не кланы, что ли? Нет, а что, а в Москве… Хуснулина – это не клан, извините. А в любом другом регионе, не Кавказском, в России… Да, там не кланы, что ли? Там что? У вас везде кланы. Везде, как губернатор, так вокруг него сразу клан образуется. Там что, свобода, демократия. Даже у нас во Владимирской области есть кланы Никеева, пельменного короля, понимаете? Вот мы знаем, кто из депутатов, условно говоря, содержится просто им, понимаете? А что вы тогда говорите, что на Кавказе особо… Я не говорю никогда этого. Везде такие условия. Я считаю, что везде люди, везде склонны к тому, чтобы группироваться по каким-либо принципам. С одной ли улицы они произошли, из одной ли школы КГБ, которую они закончили, вышли. Работали ли они там у одного Собчака, понимаете, когда-то с заместителями в его аппарате. Там или происходит с одного района у Русмартанова, там или Молгобегского, например, понимаете? Это нормальное человеческое свойство, правда? Вот «Эхо Москвы» – это же тоже клан. Вы же журналисты, я работал на «Эхо Москвы». Это, как говорится, вот Корзун давно не работает, но все говорят, а Корзун – это который «Эхо Москвы», понимаете? Тоже клан в каком-то смысле. Тройболизм у вас солит тоже, понимаете? Извините, нет. Это другой тройболизм, потому что… Нет, какой другой? Другой. А у Ингушей что, плохой тройболизм что ли какой-то? А я не знаю про Ингушей, но я знаю, что, извините, но мы не имеем отношения к власти, мы не выбираемся в депутаты. Ойли, Оля, вы не имеете отношения к власти. Вы находитесь в Кремле. И когда власти столько раз беседовало с Алексеем Алексеевичем, корило его, укоряло его, шутило над ним, Алексей Алексеевич отвечал власти. Алексей Алексеевич не является президентом российской федерации. Но он является одним из самых влиятельных журналистов России. Но это не то же самое, что быть… Которого журит публично президент России. Это не то же самое, что быть президентом Ингушей. Ну, конечно, нет. Я считаю, Венедиктов гораздо более влиятельный человек, если честно. Это даже не то же самое, что быть депутатом. Я считаю, что Венедиктов гораздо более влиятельный, чем Евкуров человек. Понимаете? Слово «Венедиктова» гораздо больше значит. Вот, допустим, Евкуров увещевает этих митингующих, а они его открыто посылают. С Венедиктом он так дело не пройдет. Вот скажите, пожалуйста, а почему вообще невозможно эту историю каким-то образом разумно… Да, это граница, вот эта ситуация, граница с Чечнёй. Яйца выданного не стоит. В Сунжинском лесу несколько территорий, которые принадлежат тейпу Арцхой. Мы уже устали это объяснять. Уже этот тейп Арцхой выучила уже вся страна благодаря их у Москвы. Мы уже этому передачу 10 посвятили. Там какие-то несколько, не знаю, десятков или сотен. Я не знаю, что там. Это маленькая территория, которая наполнена лесом абсолютно непроходимым, в котором в своё время там до Кумара вскрывался когда-то, понимаете, и другие террористы. Ну хорошо, то есть там Евкуров, бодрочная территория. Проблема же не в этом, проблема в другом. Почему он это допустил, а теперь не может остановить? Пока Евкуров ругался с Кадыровым, никаких митингов в Ингушетии не было, заметьте. Как только Евкуров с Кадыровым поборотался, как только они совместно выступили за... Как только они приняли это решение. Как только они совместно выступили за отмену блокпостов Черменского, Хасавюртовского, других, сразу начались у Евкурова большие проблемы. Почему? А у меня есть версия, которую я уже высказывал на прошлой программе. Возможно, те, кто заинтересованы в существовании этих незаконных федеральных блокпостов, которые не предусмотрены никаким нормативным документом конституционным... Они федеральные? Ну, они так называются, хотя вот я там спрашивал уже этих сотрудников, говорят, федеральные, говорят, что такое федеральные? Мы существуем на основании там указа министра внутренних дел, говорят, так это тебе указ, это же ты капитан, вот ты ему подчиненный, я же ему не подчиняюсь, ты, пожалуйста, исполняй, почему мы должны досматриваться там, люди должны там досматриваться или еще что-то. А зачем они там стоят? Собирают деньги с проезжающих, другого мотива нету. Собирают спиртовые деньги на выезде. Из Осетии, вот Осетины очень переживают. Вот там Черменские посты берут. А у вас, когда вот этот пост на границе с Кабардино-Балкарией, когда у вас там вызревает кукуруза, и я видел сам эти груженые там Камазы по ось, которые оседают, там по Дельхотову ходят. Это что? Со всех получают деньги. Там огромные деньги в сезон, не в сезон и так далее. Огромные деньги. То есть вы считаете, что... Тем более дорога идет из Грузии, из Армении, через Ларс и так далее. Вы считаете, что эта проблема является такой искусственно раздумчивой? Я считаю... Нет. Там есть три момента. Есть люди, которые недовольны Евкуровым. Считают, что он засиделся. Это их полное право, я считаю... Так же считает Евкуров, я вас уверяю тоже, что это их полное право его там не любить, митинговать. Им никто не запрещал митинг. Для этого есть простой рецепт, называется «Свободные выборы». «Свободные выборы», да. И был разрешенный митинг. Им же там митинг разрешили. Но потом кто начал кричать, это чеченцы, бей их. Кто начал кидать стулья в полицейских, которые не атаковали толпу? Толпа же первая атаковала. Это видно на этом видео. Что, неужели... Полицейский, прикрываясь... Неужели вот этот человек, глава Совета Монтажных Армении... Я не знаю, я ничего никогда не упоминал. Шетти, хути, кидал стулья. Я не говорю про Хаутиева. Я ничего не говорю про Хаутиева. Он является организатором этого митинга, скорее всего. Митинг разрешили. Но кто-то начал кидать. Кто начал кидать? Я допускаю, что это провокаторы. То есть это такая болотная площадь? Нет, это не болотная. Потому что на болотной полиция атаковала людей. На болотной полиции работала дубинками. Здесь полиция, закрываясь, счетами уходила из-под града предметов, которые в нее кидали. Знаете, Оль, я редко сочувствую как бы силовикам. Но это же очевидно было, видно просто. Что это какая-то была провокация с целью перевести мирный митинг протеста в митинг абсолютно немирный. По отношению к которому, естественно, туда теперь ввели и какие-то подразделения из других регионов. И там сообщают, что там какие-то войска или внутренние войска, или Росгвардии. Я там не знаю, все на свете. Но я считаю, что первопричины это, конечно же, то, что лидеры двух войнахских регионов, ключевых на Кавказе, подали другую руки и стали взаимодействовать в рамках создания единого экономического пространства. Единого пространства, значит, там дорожно-транспортной сети. Там военная база большая, там должна быть, может не быть, там какие-то полигоны и так далее. То есть, в принципе, хотели превратить вот этот регион, потому что ни в Чечне, ни в Ингушетии нет никаких блокпостов. Значит, они плохо это делали. Значит, они плохо объяснили это своим... Я тоже считаю, что во всем виноват, как всегда, Кадыров. Оль, это любой вывод, как только мы обсуждаем Кавказ, особенно с либеральными журналистами Кадыров, всегда виноват. Поверьте, есть пол, в чем Кадыров виноват. Он, допустим, виноват в бессмысленном преследовании журналистов Кавказского узла или мемориала. Я не это хотела сказать. Мы как бы не снимаем с него виноваты, в этом случае-то это правильно требуется. Я хотела сказать, что совершенно не важно, Кадыров зовут этого человека, Евкуров, Путин, Медведев, я не знаю, потому что мы все время видим одну и ту же историю. Кто начал кидать стулья в полицию? Они хотят как лучше, плохо объясняют это люди, плохо договариваются. Это правильно. Вот то, что объясняют плохо, с этим я согласен. Вот я и говорю, что они сделали это плохо. Я согласен, что можно было по-другому это сделать. А вы сразу Кадыров принесете мне. Можно было сначала... Откуда я знаю Кадыров, не Кадыров? На Эхо Москвы уже традиционные уроки кадроведения такие проходят. Это у вас просто кадырофобия в сочетании с кадыроманией. Ну, может быть. Короче, на самом деле, ну вот вопрос, кто затеял эти агрессивные действия по отношению к этим людям с щитами. Я понимаю, народ горячий. Но... Ну, понятно. Еще раз, мнение Хамзата Чумакова для меня является тоже значимым мнением. Это человек, которого власть преследовала, арестовывала. Прихожан его мечети в чем только не обвиняли. Его позиция для меня является очень важной в этом вопросе. Ну, другой вопрос заключается в том, находят ли и арестуют ли и заводят уголовные и неуголовные дела на тех, кто действительно нападал на полицейских и опасно кидался стульями, как вы говорите. Или на тех, кто, как обычно, вот находится тут под рукой, там типа, не знаю, организаторы, яблоки. Я уверен просто, вот в этой местности люди друга знают в лесу. Все знают, кто. Там не бывает так, чтобы человек был абсолютно незнаком. Причем люди там говорили не на русском языке. Они говорили на ингушском языке. То есть... Сколько стоять они должны были на русском? Ну, я вам просто говорю, что там каждого человека люди опознают. Кто это начинал, зачем это делал. Я уверен, что... А чем это все кончится дальше, скажите, пожалуйста. Хаутиев абсолютно не виноват. Но если он организатор, то по закону он должен, по крайней мере, отвечать за то, что на митинге, которые он организовывал, произошли акты насилия. Но если это провокация, то я считаю, что надо разбираться с этими провокаторами. Те, кто кидал стулья, пусть они сами явятся и скажут, что они это делали. Потому что это абсолютно неправильное было действие, которое нарушало смысл этого мирного протеста и переводило в какие-то хулиганские действия. Два буквально, два слова, две секунды у нас остается. Задушат всю эту историю, договорятся или сделают по-своему. Многие пытались задушить ингурский народ, ни у кого не получилось. Поэтому я думаю, что не задушат, ни в коем случае. Это программа «Особое мнение». Максим Шевченко в нашей студии. Мы через несколько минут сюда вернемся. У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением. Журналист Максим Шевченко. Не забывайте, что можно нас не только услышать, но и увидеть в нашей трансляции в Ютьюбе на основном канале «Эхо Москвы». Ну что, про Украину давайте поговорим. Давайте. Да. Ну, если выйдут, например, Порошенко над Зеленским. Уже вышли. На дебаты. На дебаты на стадионе в 70 тысяч человек. Кто кого переборет? Ну, конечно, Зеленский, Порошенко переборет. Я уверен просто. Гораздо точнее чувствует аудиторию, импровизирует и не боится людей. Он как бы раскрепощеннее, и у него гораздо больше маневра в этой дискуссии. А вы за кого болеете? Я за Зеленского, конечно, болею. Почему? Почему боишься? Потому что Порошенко замаранный кровью человек, который имеет отношение к этому преступному прошлому Украины, которая привела к гражданской войне. А Зеленский – это совершенно новое лицо. Это надежда демократическая и человеческая надежда Украины на возрождение, на переговоры с Донбассом. Зеленский сказал, что он готов, я так понял его слова, по крайней мере, что надо садиться за стол переговоров. То есть он имеет в виду, что надо с теми гражданами Украины, которые находятся там на территории ДНР, ЛНР, надо разговаривать. А Порошенко с ними отказывается разговаривать. Для него это просто объекты войны. Поэтому я, конечно, за Зеленского, потому что… Потому что Порошенко – президент войны, ну что? Ну, он президент войны, мне не нравится президент войны. Ну, так ему тоже, наверное, это не нравится. Хотя я считаю, что в том, что Порошенко стал президентом, виновен Путин. Потому что Путин признал его президентство в 2014 году. Если бы тогда Россия не признала бы те президентские выборы в Украине, которые проходили на фоне раскола, в которых не участвовали миллионы граждан Украины, на фоне начинающейся войны, то, я думаю, что не было бы и трагедии лета 2014 года со всей этой АТО и с гибелью огромного количества военнослужащих и мирных граждан. Ну, тогда бы, может быть, единственный плюс, я вижу, в том, о чем вы говорите, что касается России, что касается моей страны. Ну, просто Кремля ничего, кроме газовой трубы, на Украине вообще не интересует. Их совершенно не интересует ни русские, ни украинцы. Это все вранье, на самом деле. Единственный плюс в этом был, что не отнимали бы, может быть, тогда Крым просто не создалось бы таких возможностей. Оль, ну, Крым никто не отнимал. Крым, ну, вот так реально. Ну, давайте посмотрим правде в глаза. Если бы не было такой тотальной поддержки людей, не было бы никаких зеленых человечков. Я прекрасно знаю, что было в Севастополе. Знаю Алексея Михайловича Чалова. Знаю, я был в эти дни там. Ну, там на самом деле, по крайней мере, русскоязычное население целиком было против того Киева, который тогда был в Киеве. И если бы эти, вот я видел, как вот эти, как части украинские капитулировали, понимаете, в этом, в Перевальном, например. Как окружили без, эти зеленые человечки были даже без примкнутых, вот у них было оружие, но не было боекомплектов. То есть не было рожков в автоматах, они были не вооружены, а украинская часть там была, просто стояли танки, БТР. Хотели бы воевать, воевали бы, никто не хотел воевать. Это старый спор с известными аргументами. Я помню, этот полковник Слюсаренко ходил на переговоры там и так далее, о капитуляции своей части. Аргументы заключаются в том, что если что-то плохо лежит, это не значит, что вы должны это прикормить. А почему это плохо и почему прикормить? Я вообще не верю ни в какие Беловежские соглашения. Для меня эти границы, это вообще, как говорится, несущественная вещь. Что это так далее? Какие-то группировки в Москве, в Киеве захватили советские республики и делают вид, что это, понимаете, какие-то суверенные территории. Это вообще какая-то абсурдная просто идея. Так не делится. Я вообще против этого раздела был. Он был вопреки референдуму советского народа, который в марте... Какого раздела? Раздела Советского Союза. Советского Союза. Конечно, да. Это же было не воля народа, это было требование внешнего, скажем так, победителя в холодной войне. Я понимаю, что проигравший должен плакать. И, как говорится, не собираюсь тут долго ныть по этому поводу. Мы проиграли, сдали бездарно огромную страну, великую страну. Поэтому, естественно, всё это случилось. Но дальше, как говорится, если бы не было Донецкой войны, то, поверьте, и с Крымом не было бы такой острой коллизии, как она сейчас возникла. Донецкая война была уже следствием серьёзного конфликта внутри украинских элит. Кто-то полагал, что может сейчас победить Ахметова, понимаете, навсегда, других Таруту и так далее, и так далее, и так далее. И они начали между собой эту войну. Ведь было же две попытки. Северо-Донецкий съезд, Юго-Восток, так называемый, Харьковский съезд. Это же было провалено всё. Это же всё было провалено. Весь внутриукраинский диалог. Я думаю, когда-нибудь нам станет до конца известна вся подоплёка этой трагедии. Но то, что Москва признанием Порошенко просто подтолкнула его к военной операции, у меня просто нет сомнений в этом. А направлением туда российских людей она не подтолкнула? Ну, слушайте, ну, всегда есть какие-то люди, там, десятки или там, там не так много их было, там две сотни, там, стрелков и активисты, допустим. Понимаете, это в конце концов, это же были не кадры, ну, я не знаю, но сидели они там в Славенске, я был там в Славенске. Там всё было как бы блокировано по периметру и так далее. Ну, что, вот из-за этого, ну, это несравнимо было с масштабами того, что началось 13 июня. 13 июня огромная группировка двинулась туда и началась полномасштабная война. Возвращаясь к сегодняшнему. Зеленский – это надежда на мир, понимаете, это надежда на консолидацию украинского народа, на восстановление Украины, на нормального общества. Это надежда на прекращение всей этой братоубийственной бойни, которая там идёт уже, и в которой сейчас не с такой интенсивностью, но всё равно уносит жизни людей по обе стороны фронта. – Что Вы думаете по поводу этой истории с Белоруссией, куропатами и крестами, которые начали сносить под видом благоустройства территории и арестовывать активистов, которые протестовали, конечно? – Ну, я думаю, что надо бережнее относиться к тому, что люди почитают для себя как память о погибших. Кресты сносить вообще никогда не стоит. Лучше это было бы сделать как какой-то заповедной территории. Я думаю, что в данном случае сами эти кресты могли бы стать мемориалом, наверное. Я не знаю, что тут ещё комментируется. – Так они, наверное, и стали мемориалом. – Ну, каким-то формальным, очевидно, там решили формально сделать какой-то мемориал. – Благоустройство провести, навести там чистоту, порядок, убрать всё лишнее. – Каждая власть хочет по-своему мести. – Каждая метла хочет по-своему мести. – Построить часовинку, как предлагает Лукашенко. – Я не понимаю, а почему он считает, что он должен решать, могут там стоять кресты, поставленные этим? – Кто должен решать, может ли стоять где-либо кресты? Кто должен решать, может ли на территории Эхо Москвы стоять кресты, например, в коридоре? – Нет, извините, пожалуйста, на территории Эхо Москвы не является местом массового захоронения многих тысяч людей. И тут как бы решать ничего. – Ну, так же никто же не предлагает забыть это место захоронения, предлагают же мемориал сделать, как я понимаю. – Ну, если там сложилось стихийно, вот как-то… – Ну, я тоже считаю, что надо уметь договариваться с обществом. – По-человечески сложилась традиция ставить эти кресты, но пускай они их ставят, ну что, жалко, что ли? – Оля, я с вами согласен, между нами тут нет никаких, как говорится, разногласий. – Я только что вот была на Бутовском полигоне, буквально на днях. Там тоже стоят кресты. Там стоят кресты, конечно, такие вот несамодеятельные, но, тем не менее, там стоит гигантский крест, огромный, который люди на руках крестным ходом привезли в Соловково. Как будто там только христиане похоронены, как будто там коммунистов нет расстрелянных. Может, там красные звёзды тоже поставить? Там вообще-то людей расстреляли за то, что они были троцкистами, там за то, что они были коммунистами. Там и сталинисты лежат расстрелянные, понимаете? – Совершенно верно. – Которые, наверное, не хотели бы, чтобы кресты ставили на их могилах. Там, я думаю, лежат люди разных веросповеданий. Мусульмане, евреи лежат, я так думаю. – Наверняка. – Почему везде кресты надо ставить? – Потому что обязательно надо на каждой могиле. – Да. Нет, там не на могилах стоят кресты, там стоит общее. – Ну, в общем, я думаю, Оль, ну это какая-то… – А знаете почему? – Что мы обсуждаем? – Я вам скажу, почему там это так. Потому что Русская Православная Церковь, и в том числе зарубежная, которая там поставила храм, она почему-то сочла необходимым за своих людей поставить крест, потому что там очень много священнослужителей. А, не знаю, сталинисты как-то не сочли это необходимым. Ну, вот и всё. – Ну, я не знаю, что обсуждать дальше в этом вопросе. – Хорошо. – Что я должен просто скорбно с вами согласиться. – Да я просто… – Я за то, чтобы люди почитали память павших. Как они хотят это, как бы, почитать? – Нет, я с этим не смотрю. – Тут нет вопросов. Никто же не отвергает, что были расстрелы, там были расстрелы, там были расстрелы, там были расстрелы. – Я просто всё равно не понимаю, вот, для меня непостижима эта логика, например, в данном случае. – Власти, логика власти всегда и везде одна и та же. – Которая лучше всех знает, что где должно стоять. – Власть хочет, как говорится, по-своему. Но иногда общественность хочет по-своему. Вот общественность решила сломать в Америке памятник генералу Ли, например, понимаете? – Да. – Вот во что бы то ни стало. – Да. – И, как говорится, ну, каждый, как говорится, хочет по-своему что-то переписать. Вот глава этого, значит, НАТО, Столтенберг, сказал, поставил в один ряд Гитлера, Сталина, значит, и Исламское государство, террористическая организация, запишенная в России, должна произнести. – Лучше бы он, как принёс извинения за то, что 30 тысяч норвежцев воевали здесь на территории Советского Союза в частях ВАФНСС-добровольцев. – А что, Сталина с Гитлером нельзя сравнивать? – 30 тысяч из маленькой Норвегии, нет, там так, 30 тысяч были в вспомогательной части, 15 тысяч были в элитной части ВАФНСС, которые под Курском воевали, под Прохоровкой, между прочим. – Почему нельзя сравнивать Сталина и Гитлера? – Ну, потому что, я вот не знаю, вот он сказал чушь абсолютно. – Он сказал. – Нельзя было договаривать. Значит, Черчилль с Рузвельтом очевидно глупее были, чем этот самый Столтенберг. – Нет, он мне это сказал. – Черчилль с Рузвельтом договаривались остановить словами Сталина. – Нет, 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 он не так сказал. Он сказал, Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами. Я думаю, что невозможно остановить мирными протестами человека, который сжигает миллионами людей в Петербурге. – Особенно если на его сторону переходить, понимаете, норвежскому правительству и норвежской армии, а потом толпой записываться в ряды ВАПНСС, толпой норвежцев. Остановить, конечно, будет трудновато, это на самом деле – А вы хотите сейчас набить… – Второе, давайте дальше цитата. – Сейчас, вы хотите набить… – Давайте дальше цитата про Сталина. – Я хочу сказать, что Столтенберга по национальному признаку. – Не надо переводить стрелки. Рузвель, Черчилль и Чан Кайши со Сталином договаривались, оставили о диалогах с ним прекрасные воспоминания. Столтенберг там даже рядом, говорится, его не подпустили бы к этим людям. – Кто сказал Столтенберг? – Да, давайте. – Он сказал, Сталина нельзя было бы сдерживать словами. – А кто его собирался сдерживать вообще словами? – Как они пытались его сдерживать словами. – Это, во-первых, полное вранье. Вот договорились с Британией по Греции, что коммунисты, что Сталин не будет оказывать поддержку Греции. Понимаете? И ничего сдержали. В Подздаме были договоренности, которые соблюдались с обеих сторон. По крайней мере, пока Рузвельт был жив, эти договоренности точно соблюдались бы, если бы он был. – Сталин был отличный договороспособный. – Великолепный. Один из лучших договороспособных политиков в истории человечества. Честно говоря, без его поддержки бы Англия стала бы просто нацистской стороной. Если бы Советский Союз не договорился с Англией, а Англия с Советским Союзом, то немцы просто оккупировали бы Англию, и всё бы закончилось. Понимаете? – В 41-м году. – Такого государства уже нет у Англии. Оно скоро появится? – Великобритания, хорошо, Великобритания. – Ну, короче говоря, я поняла ваши аргументы. – Но мои аргументы такие, что лучшие политики в мировой истории 20-го века договаривались с ним и считали его великолепным партнёром, разумным человеком, выдающимся политиком. А Столтенбергу, конечно, маленькому норвежскому генералу, который… Оль, смотрите, вот вы в Норвегии бывали, вы зайдёте там в любую страну, там говорят брошюрки восховляющие в Аф-НСС норвежские, брошюрки. Я владею немецким языком, норвежский мне чуть понятен. Там просто описывается, как они убивали наших людей. – Столтенберг выступал в качестве главы НАТО, вот в той цитате, о которой мы говорим. – Пусть он квистлингов своих упоминает постоянно, пусть он не лезет в нашу страну. – Пусть он не лезет. – Норвежцам есть за что каяться за Вторую мировую войну. – Всё, мы закончили. – Перед нашим… – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok